Приветствую вас! Для начала надо бы сформировать мотив увольнения, то есть причину его. Если вы увольняетесь, то соответственно нужно понять вам в первую очередь, зачем вы это делаете. То есть вы зам, у вас теплые отношения с шефом, а работа, ну на работе вы давно, то есть зачем вы хотите уволиться? Из-за чего? Что вас стимулирует на увольнение? Да? Это первое. Второе. Чего вы боитесь? То есть понимаете, всё дело в том, что боитесь вы не шефа, а того, с кем вы его для себя ассоциируете, я полагаю. То есть можно говорить о том, что шеф олицетворяет для вас кого-то, возможно, из вашего детства, из вашего юночества и так далее. Вот. И, соответственно, ваш страх, это следствие, следствие, как бы запрета внутреннего на то, чтобы, ну, чтобы, чтобы уйти, уйти с этой работы. Конечно, причин для вашего, для того, что вы боитесь, причин может быть много. То есть я даже здесь, наверное, не буду перечислять все возможные причины, да, потому что их действительно очень много. Они могут быть связаны и с вашей неуверенностью в себе и с, ну, негибким восприятием мира. То есть когда вы адаптируетесь плохо к изменяющимся обстоятельствам и условиям. Вот. А может быть причина в том, что вы не хотите бортить отношения с шефом. Вот. Ну, по какой-то причине тоже. Но, так или иначе, все это связано с этой неуверенностью в себе. Вот. И первоначально, первоначально, да, значит, вы говорите, что очень много обязанностей на мне, а сейчас не на кого приложить. Как прибороть свой страх и как сказать о своем увольнении. Вот здесь конкретно, чего вы боитесь и почему. Далее. Я боюсь того, что он не захочет отпускать. А какое имеет право человек вас не отпускать? Почему вы считаете, что он вас не будет отпускать? А даже если он вас не будет отпускать, почему вы считаете это, что он вас не будет отпускать, достойным, ну, не нашим поводом, достойным обстоятельством для того, чтобы изменить свои планы. Понимаете? Вот. То есть тут только вся здесь, она вот именно такая. Что заставляет вас придавать такое значение тому, что человек может вас не отпустить. Да, он может вас не отпустить, это правда. Он действительно может вас не отпустить, это так. Вот. Вот. Но почему? Почему? Потому что вы ему нужны. Потому что никто кроме вас, а работу делать не будет. Ну вот, вас же. Это очевидно. Да? И соответственно, соответственно, а если никто кроме вас работу делать не будет, то шеф будет действительно вставлять полки в колеса. Так и есть. Но вы-то сами почему боитесь? Вы-то сами в каком месте считаете, что дело все в вас? Вы в каком месте проектируете на себя эту ситуацию? И почему? Почему вы это делаете? Проектируете на себя эту ситуацию? Вот. Знаете, это важный момент на самом деле. Если мы говорим о том, чтобы вы перестали бояться. То есть, от того, чего именно вы боитесь и что стоит за вашим страхом, зависит ваша успешность в жизни. Вот. Знаете? То есть, например, гиперответственность, если она у вас есть, гиперответственность. Хорошая штука, хорошая вещь, гиперответственность. Но только и когда есть четкие границы этой гиперответственности. То есть, когда есть границы, когда есть четкое понимание, что вот, значит, ну вот есть я, да, есть моя позиция. А есть позиция, собственно, человека. Вот. И, как бы, эта позиция человека, она преследует, ну, как бы, его интересы, а я преследую свои интересы. То есть, грубо говоря, ваш шеф, он имеет право вставлять вам палки в колеса, просто потому что это в его интересах. Вот. А, соответственно, вы имеете право так же, как и шеф, вы имеете право двигаться своими интересами, руководствоваться своими интересами. И тонкость вся в том, что свои интересы вы ставите, ну, ниже, ниже, чем интересы шефа. Вот. И, соответственно, соответственно, в этом вся и проблема. Вот. То есть, если вы увидите, что ваши интересы, они ничуть не менее ценны, чем интересы шефа, то все это они на свои места. А до тех пор, пока вы себя обесцениваете, до тех пор, вы будете бояться. Я рекомендовал бы вам подумать о том, что произойдет. То есть, вот не захочет вас шеф отпускать, допустим. И что? Ну, не захочет. И что? Как он может вас не отпустить? Это первое. Второе. Будет вставлять палки в колеса. Хорошо. Но как он может? Как он может вставлять вам палки в колеса? Как он может это делать? А если может? И если вы знаете, что он в силах это сделать, то может быть, а, это не такой уж и хороший добропорядочный человек, и, б, вам нужно быть к этому готовым. Нужно быть готовым к тому, что этот человек может вам сделать, что этот человек может, а, ну, как этот человек может поступить, и так далее. На самом деле, как это видится мне, ситуация, она немножко другая. Что есть, ситуация видится мне немножко иначе, и чуть-чуть по-другому. Потому что это видится мне так, что это вы сами боитесь менять место работы по, ну, по своим причинам. То есть, у вас, у вас есть основание, у вас есть основание бояться. Ну, возможно, знаете, какие-то внутренние есть опасения, что вы не сможете, что вы не справитесь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мне думается почему-то, что в этом больше правды и смысла, чем в том, что пишете вы. Потому что, если только, если только вы своего начальника не воспринимаете как родителя, да, вот, как, ну, как, как конкретного родителя. То, это проекция, что есть, проекция ваших собственных переживаний. И, возможно, обращение, обращение этих самых переживаний себе на пользу. То есть, вот, вы не хотите менять место работы, вот. Но это нужно делать, вы знаете, что это нужно делать. Вам этого не хочется делать, но вы знаете, что это нужно. И ищите подсознательно, ищите повод для того, чтобы этого не делать. Вот. На мой взгляд, это более такая реалистичная картина происходящего. Вот. Опять же, я здесь не хочу сказать, что я прав, я здесь не хочу сказать, что это сто процентов так, потому что понятно, что нужно выяснять, нужно разбираться. Вот. Но, исходя из того, что вы написали, ситуация не видится именно в таком ключе. Вот. Значит, попробуйте визуализировать для себя свой страх. То есть, ну вот, я уже сказал, да, если вы считаете, что ваш шеф будет ставить палки в колеса, то чем это страшно именно для вас? То есть, какой принесет вам это вред? Если он будет ставить палки в колеса вам, то, соответственно, как вы будете действовать? То есть, что вы будете делать в этой ситуации? Потому что, ну, человек, допустим, он действительно будет вам мешать. Потому что у него есть основа для этого, да, для того, чтобы вам мешать. И вы не можете, вы не можете ему этого запретить. Потому что, если он не нарушает закон, то, в общем-то, всё в порядке. И тогда, тогда можно говорить о том, что для вас это несет какой-то персональный вред. Вот какой вред. И что вы будете делать в случае, если этот вред случится? И нужно подумать. Потому что у вас есть так, у вас есть страх, у вас есть некое такое чувство, вас, скажем так, сковывающее. Но нету решения. Нету решения. Ну, в этой ситуации нету взрослого решения. Вот. Возможно, есть чувство вины за то, что вы не можете, вы не можете что-то сделать. Возможно, есть чувство вины. Вот. Но чувство вины, это скорее всего это родительское. Это скорее всего это родительское. А взрослого решения у вас нет. И именно потому, что у вас нет взрослого решения, я и сказал вам о том, что это связано, может быть связано с чем-то детским. То есть, ну, с каким-то детским воспоминанием. С какой-то детской ситуацией. Вот. То есть, вы сейчас находитесь в позиции ребенка. Вот. И вам нужно проассоциировать на самом деле. Когда вы в своем детстве или просто в любом возрасте до этого находились в похожей ситуации. И что вы делали в этой похожей ситуации? Как вы поступали в этой похожей ситуации? Я уверен, что если вы проанализируете хотя бы сами, то придет у вас понимание того, откуда это идет. И там дальше просто нужно будет разобрать, чего хотела каждая из сторон. Ну, то есть, чего хотели те, кто вставили вас в эту ситуацию, чего хотели вы в этой ситуации и так далее. То есть, все это, все это вполне себе решаемо. Вот. Значит, пока, пока, вот то, что вы можете сделать сами. Значит, смотрите, обозначьте для себя, когда наступит то, чего вы боитесь. Ну, то есть, просто вот, во-первых, именно конкретно чего вы боитесь и когда наступит то, чего вы боитесь. Когда именно оно наступит. Ну, конкретно. Ну, вот. Дальше. Задавайте себе вопрос. Наступило ли то, чего я, там, например, боюсь? Вот. Наступило ли или нет? Соответственно, если да, если наступил, то насколько это вредно для меня, насколько это... Страшно для меня. Вот. И, соответственно, что я буду делать, если вот, ну, такие обстоятельства, такие последствия будут. Если нет, то просто успокаивайтесь. Потому что страх во многих случаях это просто такое мистическое представление о, ну, о ситуации какой-то эмоциональной, как правило, закрепленной. Вот. Вот. Поэтому люди, эээ, часто не могут объяснить, эээ, свои страхи. Вот. И, рассмотрите, обязательно рассмотрите, эээ, вероятность того, эээ, вероятность того, что вы, эээ, сами, эээ, можете бояться, ээээ, значит, ээээ, ну, сами можете бояться менять, ээээ, место, ээээ, работу. То есть, ну, просто сами. Это, эээ, не связано с кем-либо. Вот. И, как бы, искать оправдание для этого. Но это зависит от того, насколько вы, эээ, честны с собой, сами с собой, насколько вы честны. Вот. Ага. И, соответственно, если вы честны с собой, эээ, то, в принципе, ээээ, все можно преодолеть. Вот. Если вы с собой, ээээ, честны не так, ээээ, сильно и не так откровенно. Вот. То тогда будут проблемы, но проблемы будут не только, ээээ, у вас, да, но и при решении, ээээ, решении каких-то вопросов с другими людьми. Ну, вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете писать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Ээээ, если вам понравился мой ответ, ээээ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам, ээээ, всего самого доброго и удачи. Аээээээ няяяяяяяяяяяяйя-яяяяя. Да вам вот dónde.